Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы уже не раз с вами беседовали о принципах профилактики и коррекции после операционной когнитивной дисфункции, и сегодня я предлагаю вам разговор о именно современных, самых последних взглядах на эту проблему. Итак, в конце прошлого года вышла первая монография, посвященная переоперационным нейрокогнитивным расстройствам под редакцией профессора Родерика Кенхоффа, предисловик которой он написал буквально следующее. Когнитивные нарушения после анестезии и операции известны клиницистам уже более 100 лет, но только последние 20 лет, две декады, как он это подчеркнул, мы стали заниматься проблемой послеоперационной когнитивной дисфункции особо тщательно. И к чему привели эти занятия? Ну, во-первых, является ли проблемой для современного анестезиолога послеоперационной когнитивной дисфункции? Именно таким вопросом задались Юрий Станиславович Александрович с авторами и провели анонимное анкетирование практикующих врачей, анестезиологов, реаниматологов в 20 различных регионах нашей страны. Меня восьма порадовало то, что в результатах этого анкетирования выявлено почти 75% осведомленных о проблеме респондентов. А это значит, она теперь, по сути дела, признана. И если 10 лет назад мы именовали лекции ПОКД «Миф или реальность», сегодня ни у кого не возникает вопросов подобного характера. Но, к сожалению, только 45% специалистов считают проведение нейропсихологического тестирования до оперативного вмешательства обязательным. 37,6% врачей не смогли назвать ни одного метода, а каждый третий ответил, что этим тестированием должны заниматься врачи других специальностей. Для того, чтобы мы с вами решили эту проблему, конечно же, нужен мультидисциплинарный подход. И, конечно же, вы должны активно привлекать к профилактике когнитивных расстройств любого плана, будь то ажитация, будь то послеоперационной делирии, будь то послеоперационная когнитивная дисфункция, ваших неврологов, психологов, врачей других специальностей. И делая это, мы должны с вами помнить, я снова подчеркиваю, что нельзя ставить знак равенства между делирием и послеоперационной когнитивной дисфункцией. Что вот в этой публикации в анестезиологии прошлого года, что в JAMA Surgery, другое когортное исследование, четко доказано, что есть статистическая значимая связь между 90... вернее, отсутствует статистически значимая связь между 90-дневной ПОГД и острым послеоперационным делирием. Есть небольшая коррелитивная связь в раннем послеоперационном периоде, но вот в отдаленном мы уже этой взаимосвязи не видим. И если мы практически не встречаем острого послеоперационного делирия у детей, то вот ПОГД проблема более распространенная. Что у взрослых, что у детей. Но посмотрите, по данным наших коллег, один из семи детей до трех лет в мире оперируется. И вот из оперированных один из четырех имеет впоследствии когнитивное нарушение. Если мы это пересчитаем на численность населения Земли, то получим очень неприятные цифры. Но самые большие цифры распространенности послеоперационной когнитивной дисфункции мы получаем в кардиохирургии. Собственно, в той области, откуда все и началось, когда в 55-м году прошлого века впервые была описана послеоперационная когнитивная дисфункция, названная тогда extreme dementia. Посмотрите, цифры впечатляют. На выписке от 30 до 70% пациентов кардиохирургических отделений имеют когнитивные нарушения. Через полгода 20-30%. Через год после операции на сердце 15-25%. И эти цифры не завышены, хотя достаточно большой разброс. Шикарные исследования и метаанализ почти 100 тысяч пациентов выдают нам цифру в 43% в среднем у пациентов после аортокоронарного шунтирования. И вот, наверное, на эту цифру нам и надо ориентироваться в кардиохирургии. Правда, при операциях на аортальном клапане эта цифра будет, ну, как минимум, в полтора раза больше, но там и возраст гораздо приличнее у людей и гораздо более выражена коморбидность. Еще один очень хороший метаанализ, который показал разницу между ранней и поздней послеоперационной когнитивной дисфункцией в зависимости от того, был ли фактор искусственного кровообращения. Но посмотрите, ранняя послеоперационная когнитивная дисфункция в среднем в 34% случаев при наличии ИК 31% АКШ-Офф-Памп каждый второй пациент. Но что получается через 3 месяца? Поздняя форма. Всего 27,6%. Из них после АКШ-Сыка 26%, а вот после АКШ без ИК 9%. Вот вам и фактор ИК. Вот его наглядное влияние на частоту послеоперационной когнитивной дисфункции. Но если вы думаете, что в некардиальной хирургии ситуация более благоприятная, ну, вы ошибаетесь. Тоже те же примерно цифры от 17 до 56% ранее по ОКД, от 3 до 34% поздней формы. Тоже огромный разлет, и он, конечно же, зависит от многих факторов. Вот эта вот работа 20-го года показывает, в принципе, вполне приемлемую цифру, на которую мы и должны ориентироваться. Каждый четвертый пациент в возрасте старше 60-70 лет в обязательном порядке имеет исходную когнитивную дисфункцию. Исходную, подчеркиваю. А вот ее наличие уже в два раза повысит те цифры, которые мы с вами ожидаем. То есть у них уже будет не 20-25%, а и до 40-45% доходить частота по ОКД. Потому что у них в большей степени будут реализованы факторы риска развития когнитивных расстройств. Помимо приоперационных и интраоперационных и послеоперационных факторов, о которых мы уже достаточно много знаем, все-таки каждым годом появляются новые факторы. И если мы говорим о предикторах, это пол, это возраст, дети до 3 лет и взрослые старше 50-ти, это низкий образовательный ЦНС, исходные нарушения ЦНС, то самое искусственное кровообращение, кратности, длительность анестезии, интра-наркозное пробуждение, метаболические нарушения, то мы каждый год получаем новые доказательства того, что эти нарушения действительно являются серьезными факторами риска развития любых когнитивных расстройств. Ну вот, пожалуйста, одна из недавних статей. Наличие субкомпенсированного сахарного диабета в 8 раз повышает риск послеоперационной когнитивной диспункции. Неправильная метаболическая поддержка, голодание в течение 3 дней после операции в 5 раз повышает этот риск. Выраженность СИРС-ответа. Оценка по шкале СИРС более 3 баллов на вторые сутки после операции в 7 раз вырастает риск послеоперационных когнитивных расстройств, подчеркивая роль нейроинфломаторного ответа в патогенезе данного состояния. Еще одни данные по сахарному диабету уже 2020 года. Высокий уровень нейроспецифической инолазы в сыворотке крови является независимым фактором риска развития ПОКД у пациентов с диабетической ретинопатией. Мы всегда говорили о том, что, конечно, у пациентов с анемией больше шансов иметь когнитивное расстройство хотя бы из-за гемической гипоксии. Вот вам подтверждение, показанное в этом исследовании, опубликованном совсем недавно, анемия была независимым фактором риска возникновения трехмесячной ПОКД. Пожалуйста. А низоцитоз эритроцитов у пациентов после аортокоронарного шунтирования в два с половиной раза повышал риск развития когнитивных расстройств что ПОКД, что после операционного деливия. Длительность операции вновь вновь подтвердила свою значимость. Если АКШ идет свыше четырехсот пятидесяти минут, а искусственное кровообращение длится выше ста пятидесяти минут, то вероятность возрастает более чем в два раза. Извините. Мы обычно всегда говорим о вреде light general, то есть слишком поверхностной анестезии, о возможности интра-наркозного пробуждения, но, как показывают исследования, опубликованные совсем недавно, birth suppression, то есть проведение анестезии на крайне глубоком уровне, когда мы видим показатели БИС в пределах 10-15, тоже является фактором риска, причем серьезным фактором риска. Гиперседация в послеоперационном периоде, вот это первая работа, в которой наши коллеги исследовали эту тему. Опубликованы данные этого года, 896 пациентов и эта работа показывает, что соотношение рисков 1,91, если мы используем седацию в большей степени, чем нужно у пациентов, только что переведенных из операционной. И более того, в 5 раз возрастает в таких случаях частота послеоперационного делилия и почти в 2,5 раза возрастает вероятность развития послеоперационных пульмонологических осложнений. Исходные когнитивные расстройства одна из тем, которые занимают сейчас очень многих исследователей и очень много публикаций на эту тему появилось именно в этом году. и они показывают, что да, каждый пятый пожилой пациент в обязательном порядке имеет исходные когнитивные расстройства. Порой эта цифра доходит аж до 49%, зависит от конечно от контингента пациентов, но их наличие повышает в 2-2,5 раза риск развития как послеоперационного делилия, так и послеоперационной когнитивной дисфункции. А вот в этой работе, опубликованной недавно в Минерво анестезиолочек, мы видим, что исходные когнитивные нарушения достоверно ассоциированы с послеоперационным делилием почти в 2 раза повышение риска и в 3 раза даже, не в 2,5 как в предыдущей работе, а в 3 раза повышают риск ПОКД. И более того, если совпадает такая цепь событий неблагоприятных для пациента, как исходное когнитивное расстройство, развившийся дилерий после операции, это плюс послеоперационная когнитивная дисфункция ранняя, это в 6 раз повышает вероятность развития долгосрочной послеоперационной когнитивной дисфункции через 3 месяца, 6 месяцев, год, 2, 5 и так далее. Отрадно, что отечественные авторы дают нам по сути дела ту же самую информацию, что и зарубежные источники, ну как в этой статье, в которой изучили частоту развития ПОКД, после симультанных вмешательств на коронарных и внутренних сонных артериях. Мне очень понравилась эта работа, потому что у нас очень много таких операций выполняется, мы, как вы, может быть, знаете, достаточно серьезно занимаемся этой проблемой, в том числе в рамках рандомизированных клинических исследований. Экстренность операции, особенно при наличии исходных когнитивных расстройств, очень серьезно повышает риск развития послеоперационной когнитивной дисфункции. Фрэлти, что это такое? Хрупкость, дословный перевод, я бы перевел как немощность, может быть, в русскоязычной литературе чаще всего встречается термин старческая остения, так вот, эта самая остения, либо предрасположенность связанная с ПОКД в течение трех и двенадцати месяцев, полтора, либо в два раза, повышая вероятность вот этой самой долгосрочной ПОКД. Надо сказать, что тема Фрэлти тоже на сегодняшний день одна из ведущих в англоязычной литературе специальной, и они определяют ее как многомерный синдром, который распространен среди пожилых хирургических пациентов, прочно ассоциирован с неблагоприятными исходами, может быть осуществимо оценен и идентифицирован до операции, а значит представляет собой потенциально модифицируемый фактор риска. Мы впервые заговорили об этом, и мы впервые видим утверждение, что потенциальные методы улучшения результатов операции, это воздействие на когнитивные функции, психическое здоровье, питание и физическую работоспособность наших пациентов. Есть некие новости и в описании патогенеза, в описании потенциальных механизмов развития ПОКД особенно у пожилых пациентов. Ну, вот в частности, в этой статье опубликованной в журнале «Экспериментальная геронтология» в этом году пишется, что дисфункция микроглия, астроцитов и тучных клеток в сочетании с дефицитом метаболической поддержки очень важный момент, играет патологическую роль снижение когнитивного потенциала. Еще одна интересная деталь. Некоторые анестетики, например, китаминцев и флуран, нарушают гомеостаз железа, что вызывает перенасыщение железом как культуру нейронов гиппокампы инвитра, так и в гиппокампе инвива. И авторы вот этой экспериментальной работы предполагают, что индуцированный общими анестетиками когнитивный дефицит вполне вероятно возникает в результате новой железозависимой регулируемой клеточной смерти. Назвали они ее ферраптоз. Еще одна работа, которая изучила тоже детали, на которую раньше не так много обращали внимание, а именно коллеги в эксперименте сделали физическую модель физического опять-таки повреждения мышц, а ведь каждая операция это повреждение ткани. И что они выделили? Изменение краткой и долговременной памяти после регенерации мышц, широкую реактивность микроглиф в головном мозге, включая область гиппокампа, через 24 часа после операционной травмы, а также изменение баланса нейротрофического фактора центрального мозга BDNF и фактора роста нервов через месяц после мышечной травмы. И эти результаты впервые свидетельствуют о том, что мышечная травма может иметь как ранние, так и поздние воздействия на мозг. Конечно же, это еще подлежит изучать дальше, но свежая публикация в таком серьезном журнале, как Scientific Reports, конечно же, заслуживает нашего внимания. Впервые появились достаточно осторожные попытки прогнозирования развития ПУКД у пациентов старшего и пожилого и старческого возраста, особенно. Пять критерий, каждый оценен в разное количество баллов, и оценка по шкале вот такого предложенного преоперационного риска варьирует от 0 до 8. Так вот, используя эту шкалу, частота ПУКД составляет 16, 62, либо 96% в группах низкого от 0 до 2 баллов, среднего от 3 до 4 баллов и высокого от 5 до 8 баллов рисков соответственно. Эту шкалу уже стратифицировали, и вот вам еще одна публикация с комментариями, которая заключается следующим выводом. Оценка была протестирована и опробована в различных хирургических отделениях, таких как ортопедия, гинекология и общая хирургия. Также там и используется по сей день. Надежность процедуры находится в очень хорошем диапазоне для клинического теста, и рок-анализ показал надежность 85%. Это очень высокая цифра. Мало что нового в диагностике. Эта основа была, есть и будет нейропсихологическое тестирование, и последние публикации только подчеркивают важность выдерживания сроков тестирования, это до операции, это седьмые сутки после операции, тридцатые сутки, девяностые сутки, ну и так далее кратно годам. То есть работы, в которых когнитивный потенциал оценивается только на первые и на третьи сутки, например, после операции, как это было в большинстве исследований, еще пяти трехлетней давности, уже на сегодняшний день, наверное, серьезно восприниматься не будут. Что интересно, была показана и доказана стабильность результатов, вне зависимости от того, тестировали пациентов, используя распечатанные формы нейропсихологических тестов, либо используя компьютерные версии этих самых тестов. Абсолютно одинаковые, статистически незначимые различия, поэтому эта статья, по сути дела, оправдывает и открывает дорогу вариантом дистанционного нейропсихологического тестирования, когда с использованием дистанционных технологий мы сможем наблюдать наших пациентов. Ну, а те из вас, кто, может быть, занимается проблемой ПВКД, знают, что это очень непросто вызвать пациентов, например, через полгода после операции только для нейропсихологического тестирования. В общем-то, стратегия менеджмента по профилактике ПВКД по сути дела определена на сегодняшний день. И, конечно, в зависимости от того, на какие факторы мы влияем приоперационной, интраоперационной или послеоперационной, и зависит она от модифицированности этих самых факторов. Они могут быть как модифицируемые, частично модифицируемые, ну, и не модифицируемые вообще. Ну, например, пол, возраст, генетические какие-то данные и так далее. Исходные когнитивные расстройства. Но вот красным квадратиком я обвел самый узкий спектр задач именно анестезиолога интрооперационно, которые он должен решать для того, чтобы снизить, реально снизить частоту послеоперационной когнитивной дисфункции, снизить частоту ажитаций, снизить частоту развития послеоперационного деливия. Говоря о частично модифицированных факторах, на предоперационном этапе в последнее время стали достаточное время уделять вопросам когнитивной тренировки, скажем так, назовем ее так. То есть переоперационная когнитивная протекция с помощью интенсивного решения нейропсихологических тестов, например, в течение 10 дней до операции, как это планировалось и выполнено в исследовании нейробиокстриал. Этот трайл, его протокол был опубликован еще в 2015 году, закончен он по данным сайта Clinical S.Gov в 2019 году и набрано в него было 322 пациента, но опубликованных результатов пока что нет. Зато опубликованы результаты другого исследования. Оно не столь масштабное, всего 45 пациентов, пожалуйста, в марте 2020 года, кардиохирургические пациенты, которым предложили тренироваться не только до операции, но и после операции в течение четырех недель. Предложили им два раза в день по 15 минут играть минимум в две какие-то компьютерные небольшие игры на iPad. Что в результатах? Ну, результаты, хотя вроде бы цифры отличаются, но отличаются по-другому. Смотрите, в контрольной группе тех пациентов, которые не играли в компьютерные игры, частота по ОКД через месяц 37%, а в той группе, которую когнитивно тренировали 53%, ну, может быть, перетренировали. В любом случае, что в этой статье, что еще в одном исследовании, посвященной вот такой предоперационной или переоперационной когнитивной тренировке, пока что не нашли достоверных отличий, которые бы подтверждали объективность вот такого метода профилактики, и я согласен с выводами авторов вот этого исследования, опубликованного тоже в марте 2020 года, что нужны, конечно, еще дальнейшие шаги, и нужно улучшение протокола исследования, нужно, может быть, подобрать какие-то специальные шкалы, какие-то специальные нейропсихологические тесты, которые, может быть, дадут максимальную отдачу при реализации вот этих программ когнитивной тренировки в переоперационном периоде. Выбор метода анестезии, ну, однозначно, конечно, любая регионарная анестезия, будь то сама по себе, будь то включенная в состав сочетанной или комбинированной, как ее на Западе называют, анестезия, использует свой максимальный стресс-лимитирующий эффект, а значит, снижает выраженность СИРС-ответа на операцию. Поэтому, что интрооперационное применение регионарной анестезии, что применение регионарной аналгезии в послеоперационном периоде, это, кстати, одна из первых публикаций на эту тему, действительно могут снизить частоту послеоперационной когнитивной дисфункции. Ну, например, вот в этом случае в три с лишним раза. сравнили группу обезболивания пациент-контролируемой аналгезией морфином и пациент-контролируемой аналгезией левобупивокаином в эпидуральное пространство. И в группе регионарной аналгезии получили гораздо меньшую частоту развития когнитивных расстройств. еще одна публикация достаточно недавняя. Приведены результаты обследования 100 пациентов рандомизированных в две группы и результаты показали, что сочетанная анестезия значительно улучшает послеоперационное состояние и когнитивную функцию, облегчая воспалительные стрессовые реакции у пациентов с лучшим обезболивающим эффектом. Проверяли они, как видите, ее ММСЕ-шкала не очень хороша, но если ММСЕ-оценка дает серьезные результаты, то, наверное, сдвиги есть. Ну, а картинка по маркерам нейроинфломации, маркерам стресса воспалительного говорит сама за себя. Выбор анестетика тема серьезная, тема неоднозначная, толкуемая и тема, вызывающая очень много споров по сей день. Ну, вот, пара мета-анализов 2010 года, 2019 года, и оба мета-анализа говорят, что однозначного ответа на вопрос, какой анестетик самый безопасен в плане сохранения когнитивного потенциала на сегодняшний день, вроде как, нет. Правда, есть ответ на вопрос, насколько безопасно оперировать детей до трех лет. И этот ответ был дан в результате трех очень серьезных мультицентровых исследований ГЭС, Панды и Маск Стадий, которые показали, что если операция у ребенка до трех лет проведена в условиях ингаляционной анестезии, деслураном либо севофлураном, при дозировке не более одного мака в час и длительностью операции не более одного часа, то впоследствии когнитивного дефицита у этих детей не наблюдается. Один из последних мета-анализов на тему выбора анестетика, который показывает преимущество например севофлурана над пропофолом у пожилых пациентов с раком легким. То есть в таракальной хирургии по мнению авторов получается севофлуран обеспечивает меньшую частоту послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов пожилого и старческого возраста. Ну посмотрим, что дадут следующие рандомизированные исследования, которые усердно анонсируются в специальной литературе. Что еще из менеджмента нас привлекает? Конечно же нейромониторинг. Конечно же глубина угнетения сознания. И конечно же это очень важно. Ну вот работа, которая говорит о том, что очень важно выдерживать при реализации бисмониторинга степени угнетения сознания рекомендованные рамки от 40 до 60 нормализованных единец. И чрезмерно поверхностная анестезия всегда чревата, причем чревата повышением в полтора-два раза риска развития когнитивных расстройств. другая статья этого года в попытке ответить на вопрос действительно ли мониторинг бис протектирует развитие ПОКД отвечает, что да, но только на ПОКД трехмесячной формы. На раннюю ПОКД вроде как не влезет. Зато влияет на частоту развития послеоперационного деливия. Ну, хорошее вроде исследование, однако, есть мультицентровое исследование МГАЧ, которое показало, что не влияет нейромониторинг на частоту развития послеоперационного деливия. Еще одна очень хорошая статья, которая показала, что сочетание бисмониторинга с цереброоксиметрией позволяет в лучшей мере предотвратить развитие послеоперационного деливия в два раза меньше и в полтора раза меньше бывает развитие послеоперационной когнитивной дисфункции, когда эти два метода присутствуют одновременно в операционной. Очень интересная работа. это интероперационный менеджмент с анестезией с использованием обратной связи. Причем для Клозу Лап Систем использовали титрование вы видите анестезии, аналгезии, объемы жидкости и параметры вентиляции с помощью трех независимых автоматических контроллеров. Ну, соответствующее хорошее оборудование есть у людей. Соответствующий наркозно-дыхательный аппарат, соответствующие инфузионные помпа и соответствующие обязательно там плетизм и графический контроль, например, стресс-индекс, что люди и сделали. Так вот, они поддерживали в одной группе целевые заданные параметры автоматически, а другую группу обеспечивали анестезиолог обычный, ориентируясь на клинические признаки и на параметры стандартного мониторинга. И что получили? А получили снижение вероятности развития послеоперационной когнитивной дисфункции. Вот вам подтверждение того тезиса, что чем тщательнее и чем адекватнее проведена анестезия, тем меньше вероятность последующих когнитивных нарушений, будь то ажитация, будь то ПОКД, будь то пус-операционной деливии. Ну и, конечно же, мы не можем с вами не поговорить о фармакологической профилактике, которой мы занимаемся достаточно плотно. Несколько хороших статей было в 17-м, 17-м, 19-м тоже годах о вроде бы как эффективности дексаметазона 8 мг, достаточно в премедикацию сделать, и снижается выраженность СИРС-ответа, и отсюда снижается выраженность когнитивных нарушений. Вот метаанализ конца 19-го года, который показал отсутствие достоверных различий между всеми группами дексаметазона, а это 855 пациентов и группами плацебо 538 пациентов. Как видите, P равно единица, то есть абсолютно одинаковые результаты. И вот результаты этого метаанализа. Верхний плот по 30-дневной форме ПОКД, как видите, нет различий. Средний плот по частоте послеоперационного делирия тоже нет различий. И нижний плод это посмотрели, а вдруг есть разница в кардиохирургии и вне кардиальной хирургии тоже нет различий. То есть не работает в этом плане дексаметазон получается. Много публикаций на сегодняшний день и много сообщений и у нас на съездах профессор Заболоцкий любит об этом читать по интравенозному лидокаину. Ну вот достаточно серьезное исследование с большая группа пациентов 478 пациентов набрать дорогого стоит такую группу. Это рандомизированное клиническое исследование, которое показало отсутствие нейропротективного влияния у лидокаина, когда мы его используем именно с этой целью. Я не говорю сейчас о всех других положительных свойствах интравенозного применения лидокаина, не в качестве местного анестетика, а в качестве препарата, который мы вводим внутривенно с какими-то лечебными целями. Не показал нейропротекции, но может быть последующие исследования дадут что-то другое. А вот конечно же исследование по дексмедитамидину более чем достаточно, и этот препарат уже несет гордо заслуженные звания нейропротектора, что касательно ажитации, что относительно послеоперационного делилия, что относительно послеоперационной когнитивной дисфункции. Потому что действительно исследования показывают, что использование дексмедитамидина снижает риск развития ПОГД. За счет чего? За счет снижения воспалительного ответа в том числе. За счет улучшения анальгезии в том числе. В среднем на 60%. Такая работа в общем-то ожидаемая, очень хорошо выполненная. это метаанализ. Почему ожидаемая? Потому что уже достаточно много было исследований, описывающих попытки профилактики ПОГД с помощью селективных ингибиторов ЦОК-2. Так вот, внутривенное введение паракоксиба интраоперационно по результатам данного метаанализа примерно на 35%, 35-37% снижает вероятность развития ПКД. Вернее, он снижает вероятность низкой ММСЕ оценки. Я бы сказал вот так, потому что они все-таки использовали опять-таки ММСЕ. но результаты их были подтверждены изменениями уровня и туморный кроссис-фактор, и целиактивного БНК, и протеина С100-бета. Так что, ну, посмотрим опять на дальнейшие исследования, может быть, действительно паракоксиб работает в этом плане. Хотя я знаю, на сегодняшний день появившиеся некие ограничения по применению паракоксиба. Конечно же, никто не будет оспаривать нейропротективные свойства сульфата магния. Давным-давно доказанное, но, надо сказать, из всех препаратов, которые мы привыкли называть нейропротекторы, только магнезия обладает серьезной доказательной базой с позиции именно той самой доказательной медицины. Да, при использовании хотя бы 500 мг магния сульфата и трооперационно двух-трехчасовые операции брались в качестве примера. Значит, уровень 100 бета достоверно выше в той группе, чем предоперационной в группе обычной анестезии, но не в группе сульфата магния. То есть, все результаты нейропсихологических тестов, что ПАЛК-тест, что БВР-тест достоверно были ниже, чем дооперационные в группе традиционной анестезии, без магния. То есть, то КД присутствовало, они ее, правда, количественно не оценили, к сожалению. А вот в группе сульфата магния не было достоверного снижения результатов нейропсихологического тестирования. Вообще, говоря о нейропротекторах и о нейропротекции и о ее возможности, мы, наверное, все-таки должны согласиться, ведь для этого имеется очень серьезная показательная база. И хотя, может быть, она отработана была на моделях СИРСа, но не совсем применительной к операции, например, вот на этой, на модели сепсис-индуцированной органной недостаточности. Но суть-то от этого не сильно меняется. Ну вот, посмотрите, четыре направления, вот эти четыре желтых стрелочки ранней коррекции ткневой гипоксии, строгого контроля гликемии, модуляция окислительного стресса, именно они могут обеспечить защиту во время начального СИРС-ответа. Очень важно защитить на начальных этапах этого самого СИРС-ответа. Обратите внимание, одна из желтых стрелочек, тот самый сукцинат, о котором у нас кто-то любит говорить, кто-то не любит говорить. И примерно то же самое мы видим, когда читаем обзор, посвященный варианту церебропротекции, противостояния инфламации, лечению эндотелиальной дисфункции, лечению митохидриальной дисфункции и как выход отсюда снижение вероятности развития послеоперационных когнитивных расстройств. Scientific Report 2017 год. Добавление сукцината, играющего ключевую роль в окислительном метаболизме, устраняет энергетический дефицит при моделировании глиального митохидриального стресса. Это потенциально применимо для разработки новых методов лечения, связанных с дисфункцией метафон. С этих позиций мы еще 10 лет назад посмотрели и оценили в рамках двойного слепого плацебо-контролируемого исследования возможность нейропротекции цинтофлавином, комбинированным препаратом с антиоксидантом, метаболотропным, нейротропным, кардиотропным эффектом и применение его интрооперационно в перфузии в дозировке 0,5 миллиграмм на килограмм в минуту по сукцинату с начала операции и до конца вмешательства привело к тому, что первые сутки, ну, 10 лет назад мы про седьмые сутки не часто говорили после операции, первые третьи сутки посмотрели и действительно на 23-40 процентов лучше были результаты по определению когнитивных расстройств у женщин 18-63 лет перенесших стандартную лапароскопическую холецистоктомию это опубликовано и у нас в стране и за рубежом именно нейрометаболические эффекты мы на них ссылаемся что именно они помогли достоверно предотвратить развитие явлений ПВКД опыт наш был подхвачен коллегами в нашей стране и на сегодняшний день мы можем привести уже наверное десятка полтора публикаций по интероперационному применению сакцината как у взрослых так и у детей ведь темы хороши темы хороши сакцинаты у детей что их можно применять с первого дня жизни о чем свидетельствуют публикации по опыту применения цитофлавина и у глубоко недоношенных детей в рамках рандомизированного клинического исследования мы проверили возможность нейропротекции цитофлавином интероперационно у детей школьного возраста которых мы рандомизировали на три группы две из них это дети ЭСА1-2 были оперированы по поводу основного рожденной хирургической патологии и длительная смешательность не составила одного часа третья группа была набрана только для темы хороши сакцинаты у детей что их можно применять с первого дня жизни о чем свидетельствует публикации по опыту применения цитофлавина и у глубоко недоношенных детей в рамках рандомизированного клинического исследования мы проверили возможность нейропротекции цитофлавином интероперационно у детей школьного возраста которых мы рандомизировали на три группы две из них это дети ЭСА1-2 были оперированы по поводу в основном рожденной хирургической патологии и длительность мешательств не составила одного часа третья группа была набрана только для нейропсихологической оценки для того чтобы у нас были контрольные данные для верификации истинной частоты послеоперационной когнитивной дисфункции результаты показали что введение цитофлавина интероперационно с момента начала операции до момента ее окончания дозировки 0,25 миллиграмм на килограмм в минуту по суфцинату позволило нам снизить частоту верифицированной послеоперационной когнитивной дисфункции у детей школьного возраста с 27,5% до 3,3% то есть практически 8 раз и так субцинаты хороши для интероперационного применения но ведь нам нужно думать и о средствах профилактики и о средствах лечения и вот здесь наше внимание привлек отечественный нейропротектор с нейрорепаративными хорошими свойствами целекс привлек внимание потому что время достижения максимальной концентрации препарата всего четверть час привлек внимание простоту использования подкожное введение 1,1 миллиграмма 1 миллилитр и мы имеем нейропротекцию то есть идеальный препарат для включения его в премедикацию за 15 минут до начала анестезии хороший препарат для лечения верифицированной послеоперационной когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде а то что препарат обладает нейрорепаративными свойствами было выявлено в многочисленных рандомизированных двойных слепых мультицентровых исследованиях проведенных нашими коллегами неврологами с блестящими результатами по лечению например тотальной афазии по нейрореабилитации пациентов перенесших ишемический инсульт в раннем его периоде и более того убедило нас в справедливости такого предположения возможности использования целек саванестезиологии вот это исследование пилотное проспективное плацебо контролируемое рандомизированное исследование которое было проведено нашими архангельскими коллегами и целекс использовался у кардиохирургических пациентов при медикации и однократно после операционного периода вот такая схема позволила коллегам снизить частоту переоперационных когнитивных нарушений у этой достаточно серьезной группы пациентов на 44% это впечатляющий результат который дает основание для того чтобы провести крупное мультицентровое серьезное рандомизированное исследование и может быть мы помимо препарата который можем использовать интраоперационно получим препарат который будем использовать при медикации и для лечения когнитивных расстройств после операционного периода настало время коллеги когда мы должны уже перейти от изучения патогенеза и предикторов когнитивных нарушений после операционного периода их профилактики и коррекции как раз таки основываясь на тех данных которые были получены ранее и которые еще я уверен мы обнаружим в будущем благодарю вас за внимание до свидания до свидания Продолжение следует...